Друзья, ну и мы продолжаем. На правом берегу еще один гость. В честь сегодняшнего праздника поговорим еще на одну интересную тему. Коллега, представляй. Друзья, в гостях у нас руководитель турфирмы и просто неравнодушный, позитивный красноярец, наш земляк Василий Федюнин. Василий, приветствуем тебя. Да, Василий, приветствуем тебя. Мы начнем вот с чего. Во-первых, с Дня Святого Валентина. Все-таки на той взгляд, насколько это праздник такой наш, уже ставший народным. У тебя какие планы на сегодня? Ну, если корректен вопрос, конечно. У нас были опросы у нас в телеграм-канале. Что дарят обычно? Возможно, у тебя какая-то есть история. И, собственно, планы на вечер. Вот так вот уже после эфира. На самом деле, самый благоприятный вечер для того, чтобы провести с любимой женщиной, с дорогими-дорогими детьми. Понятно, что не у всех возможно, к сожалению, есть уединиться от детей. Особенно, если эти дети маленькие, как у меня, да, пятимесячный богатырь, недавно родившийся. Поэтому... Ну, ты не переживай, он в девять уже будет спать. С эфира приедешь уже. По поводу истории, если углубиться в историю этого праздника, кто-то считает, да, и это, в принципе, справедливое мнение о том, что, ну, корни, славянских корней в этом празднике нет. Но мы же живем в наше время, да, в современном мире, поэтому что нам мешает... Прилепились славянские корни. Что нам мешает, как бы, использовать лишнюю возможность, просто лишний раз улыбнуться, лишний раз найти повод для того, чтобы любимую женщину обнять, поцеловать. Ну, в конце концов, это и красиво же. Вот смотришь на реально инстаграмные все видосики, сердечки, эти шарики, все же в цветах, там, женщины счастливы. Саш, продолжим. Отключемся на тему еще одну. Мы давали в первом блоке такой небольшой рейтинг. Есть такой, так называемый, рейтинг качества жизни. Там очень много параметров, начиная от качества медицины, дорог, там, образования и так далее. И вот Красноярск, естественно, попадает туда каждый год. В этом году мы чуть-чуть поднялись в этом рейтинге. Вот не можем тебя не спросить, как человек, который бывал в огромном количестве городов, вот на твой взгляд и на взгляд современного человека, что сегодня нужно горожанину в первую очередь? Ну, на самом деле у всех... Чтобы считать, что его жизнь качественная в этом городе. У всех однозначно свои принципы, но для того, чтобы люди объективно оценивали как-то более-менее качество жизни, вот предыдущий гость буквально, она специалист по счастью, по крайней мере на календаре, как она мне выдала, у нее так написано. Так вот, нужно, чтобы человек был более-менее счастлив хотя бы внутри себя. Тогда вот эта картина, она будет складываться более-менее оптимистично и так далее. Но если мы говорим о рейтинге, рейтинг, он предусматривает в первую очередь сравнение. Если сравнивать с... Давай, вот ты человек, который реально был во многих городах, по мере возможности ты и в своей профессии, ты все-таки ездишь и за границу, вот в каком городе или в какой стране самые там счастливые люди? И с кем нас корректно сравнить, вот Красноярск? Красноярск, ну смотрите, в первую очередь нужно акцентировать внимание на том, что мы промышленный город. То есть мы должны сравнивать себя с другими промышленными городами. Потому что сравнение иного характера, оно сразу немножко деструктивное, некорректное по ряду факторов. Если вот спросить меня как специалиста по туризму, да, как вы сказали, то я скажу однозначно, что у нас очень хорошо, красиво, достойно. И с моментом начала пандемии, да, это как бы произошел очень стремительный скачок, рывок, как он в принципе в туристической индустрии в России в целом. Потому что огромные финансовые федерального формата вливания начались регионального, то есть началась поставная политика, да, по поводу расширения туристической инфраструктуры. И поэтому, ну то есть если говорить именно с точки зрения нашего города, география, красивейшая местность, город, горы, реки, дорога до Дивногорска, Овсянка, ГЭС, Красноярское водохранилище, МАНА. То есть у нас сейчас есть определенные вливания в такие точки массового притяжения, это Манская петля, Таргашинский хребет, там и так далее. То есть если с точки зрения инфраструктуры именно туристической, у нас все супер, особенно супер что? Ну мне очень, по крайней мере, нравится, на фоне даже я в 2019 году прямо накануне пандемии посетил три крупных довольно европейских города. Это была Барселона, это был Париж во Франции, это Милан был в Италии. И что мне понравилось, нравится очень в Красноярске, что все, что у нас сейчас происходит, это очень новое, это свежее, это вкусно выглядит, это имеет современную архитектуру. Да, там история, да, там как-то, там безусловно красиво, но вот такие объекты массового притяжения очень часто, все как-то старенько, все пошарпанное, все выглядит очень уже уж, я бы сказал, скудненько и непрезентабельно, да, на фоне Красноярска. Это если, ну видите, когда мы говорим о рейтинге, мы берем сразу очень много факторов, да, такие, как вы сказали, здравоохранение медицины. Есть такая важная штука, начни с себя, вот тебя как человек, который живет в городе Красноярске, что для тебя здесь сегодня важно? В первую очередь для меня, как истинного патриота страны и города, наверное, важно, что, ну в первую очередь, это то место, где ты родился. Я, конечно, не говорю прямо категорично, что где родился, там и пригодился, да, но, по крайней мере, я ценю то место, где я рожден. Я свои, ну, свои философии мышления я очень часто людям пытаюсь нести в мир то, что нужно почаще улыбаться, нужно искать счастье в каких-то мелочах и деталях и не брать во внимание те аспекты, в которых мы живем, да. А их очень много, да, мы понимаем, что, опять же, акцентируя внимание на том, что мы промышленный город, у нас есть ряд таких нюансов и моментов, на которые мы не можем обратить внимание. Но если мы посмотрим статистику, да, и коснемся вопроса экологии, да, так горячо обсуждаем им всегда, то любой промышленный город, крупный в России, Страдает от этого. Имеет аналогичные проблемы, да. Это, на самом деле, методика только долгосрочной и упорной работы может помочь как-то. Василий, важный момент, кто тебя знает лично, либо хотя бы за тобой следит в социальных сетях, понимая, что ты, наверное, один из самых позитивных вообще людей, которые получают удовольствие вообще от всего, чем он занимается. Согласен, согласен. Вот удается ли людям донести вот этот заряд позитивных? Или людей, наоборот, кстати, бесит то, что кто-то постоянно позитивный улыбается. Такой момент тоже есть, да? Неоднократно, да, я сталкивался где-то, ну, где-то среди новых знакомых, когда меня презентовали, а, Василий, манго, да, а, этот, который постоянно улыбается, ну, что-то посмотрели, отписались. То есть, безусловно, это есть, но на самом деле, когда ты свято веришь в определенный фокус внимания, все остальное где-то мимо, на самом деле, рикошетом отходит, потому что я верю в свои какие-то истины, да, и я вижу, когда люди говорят, ты заряжаешь, ты вдохновляешь, и там, благодаря тебе, там, я бросил курить, или благодаря тебе, и вот эти слова благодарности, они, на самом деле, позволяют понимать, что ты находишься на правильном пути. Хорошо, ну, я вот тебе пример приведу, вот гостья наша первая была, да, Дарья Грибкова, начальник пресс-службы ГУ МВД России, вот человек, который, казалось бы, в какой сфере служит. Серьезный. Серьезный, и с кем приходится сталкиваться. А ничего, пожалуйста, печеньки, любые, как все дела. Настолько позитивный человек, понимаешь, скажи, пожалуйста, а вот бывают в туристическом деле какие-то вот 14 февраля кто-то хочет подарить там какое-то романтическое путешествие, это практика есть у нас, или все-таки это уже не про наших людей? Событийный туризм, он всегда имеет место быть. Ну, то есть, подарок, там, девушки за границу куда-то, еще что-то. Ну, в большинстве случаев, ну, для того, чтобы прямо не быть голословным, давайте статистические данные, да, это, наверное, где-то 1-2% всего из общей массы. То есть, забытийный туризм, подарок на 8 марта, там, 23 февраля, что-то еще. Юбилей и все такое, да. Юбилей и все такое, да. Свадьба в большей степени, наверное, вот. Ну, типа, подарок на свадьбу. Какой-то серьезный полос, скажем так. Медовый месяц, а здесь вот романтическое. 13 февраля, да, коробка конфет, сердечко, Валентинка. И Девногорск. Девногорская гостиная. Возвращаясь к истории с позитивом, все-таки, как мне кажется, вот, говоря про качество жизни, есть факторы внешние, о чем мы говорили, да, там, не знаю, экология, там, дороги и так далее, но здесь, как мне кажется, более важны внутренние какие-то. Твое собственное настроение, о чем ты говоришь. Как себе его поднять? Человек выходит, да, ты знаешь, огромное количество людей в соцсетях, которых там парит черное небо, вот эти все вещи. Вот какой-то совет можно дать людям, у которых не все пока еще с настроением хорошо? Я интеллигентно сейчас? Подожди, да, либо ты уже не подвергнут вот этим вот влияниям, о которых Ренат говорит, а кто-то, наоборот, под этим влиянием становится постоянно. Это можно как-то в себе переломить. Как ты вот справляешься с этим? Ну, на самом деле, это целый ряд инструментов, да, ну, то есть, один из самых простых, я бы, например, посоветовал... Удалиться из соцсетей и никогда не заходить. Так, это был первый, хорошо. Второй тогда, второй получается. Есть такой инструмент очень интересный, да, можно себе улыбаться в зеркало, да, но если человек с оптимизмом, это... Если даже не очень хорошее настроение, если ты сидишь, улыбаешься себе в зеркало, через 30 секунд у тебя появляется ощущение, что что-то не так, а еще через 30 секунд у тебя настроение автоматически улучшается. Ну, это на самом деле лирическое, юмористическое отступление, да, но фокус внимания, только внутреннее убеждение. Как я всегда говорю, что если у человека есть внутреннее убеждение, и если он, человек, задает себе вопрос, зачем ты это делаешь, да, и он находит ответ, зачем, тогда автоматически тело подстраивается, разум подстраивается, сердце подстраивается, душа подстраивается. И просто люди не задавали себе этот вопрос, мне кажется, зачем? Вот я, например, делю все на хорошо и плохо, если просто, да, деструктивно или, там, позитивно. Давай, чтобы не быть голословным, вот из последнего, пример позитивного, пример деструктивного. Ну, давайте, наверное, позитивное, я просто во всем стараюсь искать что-то позитивное. Деструктивное, это любые, например, вот как, ну, упомянули, да, там, в социальных сетях кто-то пишет прямо, ну, откровенные гадости, которые у меня, кроме, да, хамят, у меня, кроме улыбки, это ничего не вызывает, потому что... И сожаления. Я это слушаю, может быть, это, потому что, ну, уже такая деформация, потому что я это слышу много лет, да, и поэтому у меня уже иммунитет выработался, да. Нет, просто надо понимать, что в соцсетях, вообще, в интернетах, вот, особенно средства массовой информации пытаются как раз вот закинуть эту негативную поверхность. Так, ты сейчас на средства массовой информации вещаешь, не забывай. Но есть одна передача, которая называется «Правый берег», вот там мы все время, значит, про позитивное поведение. Василий, возвращаясь к качеству жизни и твоим профессиональным уже оценкам, все-таки давай выделим несколько базовых вещей для человека, который приезжает в Красноярск впервые, возможно. Это дороги, это где переночевать, это где поесть, это как добраться, ну, и какие-то такие вещи. Ну, естественно, где сфотографироваться, есть люди, с которыми там можно познакомиться и пообщаться. Есть перспектива у Красноярска? Вот по этим категориям можешь разложить небольшой такой расклад? Ну, в первую очередь, опять, если вернемся к туристической составляющей, да, Красноярск, я считаю, привлекательный город, но, к сожалению, он не является меккой туристической, и это исторически так сложилось. Очень много усилий направляется на то, чтобы привлечь внимание к Красноярскому краю, но это очень сложно, потому что, во-первых, логистически не всем удобно, во-вторых, для того, чтобы мы приобрели благодаря вот своим каким-то инфраструктурным объектам популярность, требуется для этого время, потому что Алтай, да, например, это Байкал, это места всемирно известные, да, и то, что мы когда-то будем с ними конкурировать, ну, может быть, даже рядом мы, скорее всего, к ним не приблизимся, но то, что у нас есть определенная перспектива, я в это верю. Развитая инфраструктура по красивым местам, то есть у нас есть красивые места, красивые локации, у нас есть много интересных позиций, где можно отдохнуть. У нас, к сожалению, не хватает достойных отелей, да, но, то есть в этом направлении ведется работа, будем надеяться, ситуация будет преображаться. У нас, к сожалению, не хватает каких-то баз отдыха там и так далее, потому что, ну, практика показывает, что все наши базы отдыха, они из-за отсутствия какой-то глобальной конкуренции, они очень дорогие в потреблении, но зачастую не отражают достаточно хорошему уровню сервиса, да. В то же время нужно отметить, что Красноярск отмечают многие города довольно большим количеством кулинарных заведений, да, ну, то есть каких-то кафе, ресторанов и так далее. Как раз прошлый год нам показал уровень, и мы вышли куда-то прямо действительно на... Всякие премии и так далее. Да, то есть мы получили большое количество премий, и даже появились туры из Москвы гастрономические в Красноярск. Вась, 30 секунд, скажи, все-таки перспектива туристического Красноярска есть, на твой взгляд, вот субъективный, не знаю, есть, нет, или ты спокойно... Чего в большей степени не хватает сейчас. Если осталось мало времени, я хочу просто сказать, что мы должны и опираться на лучшие города мира, даже не России, а брать пример, заимствовать, брать пример, зачем выдумывать велосипед какой-то, нужно брать просто пример с лучших городов. Вот поэтому наш мэр Сергей Еремин в Дубае и есть. Абсолютно точно, Москва и Дубае. Успей, пожалуйста, поздравить зрителей с 14 февраля. Уже торопимся, торопимся. Уважаемые друзья, я всех от всего сердца поздравляю с праздником, днем всех влюбленных. Покрепче обнимите свои вторые половинки, откройте еще раз свои сердца полностью. Несмотря ни на что, доверяйте целиком и полностью, потому что это безусловный атрибут вашего ежедневного счастья.